Здравствуйте! Приближается один из самых молодых профессиональных праздников в России – День предпринимателя. По указу президента страны он отмечается с 2008 года. И с какими достижениями подошли бизнесмены-чуваши к своему пятому празднику, мы сегодня узнаем у президента Торгово-промышленной палаты Республики Игоря Кустарина. Добрый вечер, Игорь Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые коллеги и друзья. Ну, для начала, с наступающим вас праздником и в вашем лице всю многочисленную армию предпринимателей. Кстати, вот сколько бойцов и офицеров в ней насчитывается сегодня? Ну, ориентировочно, понятно. Около 14 тысяч у нас малых и средних предприятий в Чувашии и порядка 40 тысяч индивидуальных предпринимателей. Так что это серьезная армия и нужно с уважением относиться к этому классу. Какова их доля в общем объеме производства? Я могу сказать о доле налоговых поступлений, наверное, в бюджет Республики. Если братья малый и средний бизнес, то это где-то около 20%. Так, в среднем. Это действительно серьезная цифра. По доле валового регионального продукта или, значит, по объему продукции и услуг, наверное, даже несколько выше. Можно говорить о 30, наверное, процентах. То есть такие очень неплохие показатели. Очень неплохие, и, так сказать, надеюсь, что они будут возрастать. Какая приятная тенденция, которая сложилась, ну, если так можно сказать, в большом бизнесе. То есть экономический спад мы наблюдаем в первом квартале, довольно заметный. Это как-то отразилось на малом и среднем предпринимательстве? Вы знаете, если говорить о статистике или о формальной стороне дела, то, скажем, в торговле объем товарооборота растет. Производство товаров и услуг также растет в малом бизнесе. И в этом смысле, ну, как бы, все хорошо. Понятно, что люди, так скажем так, приобретшие опыт 2008-10-х годов от кризиса, особенно малое предпринимательство, они настороженно сейчас, так сказать, относятся к развитию ситуации экономической и стараются как-то сократить, ужать свои расходы, так сказать. И в этом смысле ожидания их, я бы сказал, настороженные. Потому что они в том числе и связаны, очень сильно привязаны и к крупному бизнесу. Та тенденция сокращения численности предпринимателей на фоне пенсионной реформы, она сохраняется? То есть этот процесс не приостановился? Да, к сожалению, этот процесс сохраняется. Я думаю, он где-то в ближайшее время стабилизируется, потому что здесь надо понимать, что есть два процесса. Первый, конечно, самый большой, так сказать, отток предпринимателей были, это те, кто был формальный предприниматель. Это, как правило, наемные работники, с кем устанавливались не трудовые отношения, а договора, так сказать, оказания услуг и прочие. И они, так сказать, были предпринимателями. И как только ужесточение в пенсионное, так сказать, законодательство произошло, естественно, они в первую очередь расстались со своими свидетельствами предпринимательской деятельности. Но, к сожалению, есть и те, которые, как бы, сдали свои, так сказать, свидетельства, ну, скажем так, осознанно. Ну, вообще, предприниматель, предпринимательство очень тяжелый хлеб. И вот, когда предприниматель оценивает затраты временные, психологические, я не знаю, там, здоровье, финансовые затраты и так далее, и на выходе получает не совсем адекватный результат, многие из них время от времени задумываются, стоит ли этим заниматься. И поэтому каждое ужесточение, вот, оно подталкивает вот этих людей к принятию, вот, к сожалению, решения о прекращении предпринимательской деятельности. Но радует, что? Жизнь идет, она развивается, появляются новые молодые люди, я не знаю, там, у которых все впереди, которые пытаются себя попробовать предпринимательство, и у какой-то части из них это, я надеюсь, получится. Поэтому жизнь идет, и, я надеюсь, все-таки предпринимательство будет развиваться. Ну, вот вы заговорили, да, о смене поколений предпринимательских. Если вспомнить самую первую волну предпринимателей, которые вот на заре, собственно, наших всех новых экономических отношений стали зачинателями этого движения, сколько из них, ну, в нашей республике, разумеется, удержались на плаву, сколько из них сохранили свой бизнес? И вообще желание этим заниматься? Вы знаете, это действительно очень такие, ну, я бы сказал, отчаянные были люди, в хорошем смысле слова. Ведь день предпринимательства российского откуда вырос? Это вот, был принят первый закон о кооперации, вот, и, так сказать, появилась первая волна всерьез поверивших вот во все... во все эти изменения людей, которые, я бы сказал, кинулись, вот, так сказать, в это вот предпринимательское дело. И, знаете, была... они попали в очень непростую ситуацию. Ведь отношение к предпринимательству, я бы сказал, у подавляющего числа населения страны было, ну, так скажем так, неоднозначно, если не сказать отрицательное. Какие синонимы можно, да? Да? Значит, там, спекулянт, там, так сказать, я не знаю, там, торгаш или там, или еще что-то. Вот. И, собственно говоря, и ментальность органов власти и чиновников, и контрольно-отзорных органов, она тоже была, ну, скажем, вот, еще не сформировавшаяся по отношению к предпринимателю, как к кормильцу. Значит, человеку, дающему работу, да, вот, созидателю. Хотя бы простой пример приведу, который, наверное, многие уже подзабыли. Еще некоторое время сохранялось в уголовном законодательстве статьи за спекуляцию, за, так сказать, валютные, так сказать, операции и так далее. Не махинации, а валютные операции. То есть, уже было предпринимательство, так сказать, признано и сформализовано, я бы сказал, а статьи остались, то есть, законы опаздывали, изменения законодательства, и практически каждый предприниматель ходил, ну, если можно так выразиться, под некой гильотиной непредсказуемости своей будущей судьбы и так далее. Ну, и последнее. Трудно создать бизнес. Очень трудно. Еще труднее его удержать. И совсем трудно сохранить. Потому что это дети, внуки, правнуки. И нужно, значит, подготовить себе смену, значит, провести через все перипетии сложного предпринимательского дела. И, может быть, из всех ближайших родственник не каждый готов к тому, чтобы взять эстафетную палочку предпринимательского дела. Ну, и общепринятая есть статистика в мире. Порядка 10% населения Земли может вот тянуть на себе этот ввоз ответственности, значит, энергетики, я не знаю, там, комплексного подхода, там, спортивного характера, стрессоустойчивости. И все-все-все-все вместе, чтобы вот тянуть за собой. Так что это очень непростое дело. Вы сказали о том, что законодательство опаздывало. Оно, собственно говоря, и до сих пор опаздывает. Оно развивается вдогонку за предпринимательство. Это тоже закон. На ваш взгляд, какую законодательную брешь нужно прикрыть сейчас, в первую очередь, чтобы как-то, может быть, выйти на качественно новый уровень, чтобы предприниматели почувствовали себя более защищенными, более, так, ну, как-то с уверенностью смотрели в завтрашний день. Вы знаете, я бы здесь вот на чем сделал акцент. Законодательство у нас уже сейчас более или менее адаптировано к рыночным условиям. И мы, у нас в стране взяты опыты, там, лучших практик, там, страны и так далее. Вот вопрос в исполнении этого законодательства и в отношении трактователей и правоприменителей. Механизмы. Предпринимательство, даже не механизмы, вот именно вот отношение к предпринимательству как к классу, который нужно вот очень бережно взращивать, сохранять. Он очень уязвимый еще, очень хрупкий, так сказать, вот этот класс, неустойчивый. И нужно действительно относиться к предпринимателю как к созидателю, как к кормильцу, как к человеку, который тянет за собой, вот и создает некие материальные блага. И это на самом деле непросто. Это вот первое, то есть трактование, правоприменение и отношение. И второе, не нужно менять правила игры. Вот это самое, ну, скажем так, негативное влияние оказывает на предпринимательство, потому что нет уверенности в сохранении вот этих правилах и выстраивании своей, я не знаю, поведенческой, так сказать, практики, я не знаю, там, развития бизнеса. А у нас, к сожалению, это еще до сих пор практикует. Какие-то, если проблемы или в бюджете, или появились на федеральном уровне, вот появляются какие-то желающие усилить те или иные, там, налоговые, так сказать, ставки, там, тарифы, там, и так далее. Или возьмем рост тарифов, ну, или взаимоотношения с естественными монополиями. Вот в любой сфере, если это коснуться, очень, очень сильно это влияет на предпринимательскую, так сказать, среду, я бы сказал, на среду обитания. Вот две вещи, которые, мне кажется, надо нам очень аккуратно использовать на пути развития предпринимательства. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо вам большое еще раз с наступающим праздником и стабильности вам всем. Спасибо вам, уважаемые коллеги, всех с праздником, с Днем предпринимательства и удачи всем нам. И вместе мы будем сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok